Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и мы продолжаем наслаждаться шедевром под названием Конкурс Тафализиум 5. Итак, продолжаем нашу игру за демонолога. Посмотрим, к чему нас всё это приведёт. Так, против призраков, я вот не знаю, но то, что урон, огонь может призракам наносить, то понятно, но вот можно ли их именно поджечь, вот этого я не знаю. Посмотрим. Наверное, надо избавиться от этих призраков, чтобы они здесь не захватили мой торговый пункт. Кстати, торговля есть, и надо покупать жертвоприношение. В принципе, достаточно неплохо так... Наверное, надо ритуал открывать. Это всем ритуалы первого уровня. Персональные врата. Ого. Посетить инферно, по сути, ад, демонологу довольно легко. С помощью этого ритуала он договаривается о безопасном проходе туда только для себя, Карл. К сожалению, вернуться оттуда не так просто. Ну, вообще, я даже не знаю, зачем это нужно. Одно дело, если бы демонолог мог брать под контроль там в аду демонов. Но это ж не так. Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что это не так. Это было бы слишком как-то, наверное, просто. Скорее всего, там все к нему враждебные будут. И в чем тогда смысл? Тем более без армии. Там, да... Ну, вообще-то там и с армией ловить особо нечего, блин. Там очень мощные эти демоны. Там даже, я не знаю, даже моя основная ударная группировка Голоса Эля долго не проживет. А уж про вот это вот. Там одним пальцем расправиться с ней. И зачем это нужно? Отправиться туда, чтобы просто стать обедом демонов? Тем более, способа вернуться еще и оттуда нету. Ну, по крайней мере, на данный момент я не знаю, как оттуда можно вернуться. Ну, вообще сомнительно. Очень сомнительно. В принципе, стоит ли помощнику открывать эти ритуалы? Да, наверное, нет. Тем более, что здесь все опасное. Все надо делать с основной армией. 60 жертвоприношений. Следующий ритуал. И здесь все, походу, все рискованное, все опасное. Наверное, надо, блин, за золото усиливать армию обычными людьми. Каким сначала начинать со слабых этих призывов. Когда уже наберется группировка демонов достаточно мощно, тогда уже переходить на тяжелые призывы. Ну, как-то так себе. Там просто пустыня. Вот это заманчиво, но мы это без потери не возьмем из зарпалетчиков. Вот это надо, конечно, брать. Правда, оно... Вот, кстати, оазис и вот торговый пост. Оно жертвоприношения не приносит, но торговлю приносит. Вот это мне бы, конечно, круто было взять, но... Рискованно. 59 золотых. А почему? Что за бред? Почему копейщик там стоит? Офигеть. Ладно, еще капитан бы там стоял. Но копейщик, почему? Ну... Это бред какой-то. Ну, че, посмотрим, что тут будет. У них, кстати, сколько? Пять магического сопротивления. Куст получил урон. Серьезно? Демонолог кастовал прилив крови. Оно разве может... На безжизненных не действует. А это безжизненное. Undead. Или же не безжизненное. Оно не безжизненное? То есть на него это все-таки действует, что ли? Но если на него действует, то еще ладно. Потому что если не действует, то тогда получается вообще бах. Из-за того, что там распад был применен, долгое окончание. Это у нас поздняя зима. От этого надо, конечно, избавляться. У меня железа вообще нету. Я тяжелую пехоту не могу нанять. Надо, наверное, еще лучников, что ли, взять. Я не знаю, может ли еще там появиться... Культист. Опаньки. Это че? Ох, нифига себе! Нифига себе! Огромный... Огромная саранча. Да вы шо? Они летающие. Огромная саранча. Это жопа какая-то! Если они нападут, то... Может быть, даже и демонолог сдохнет. Шесть хп у них, Карл! Че так много? Жопа, блин! Откуда они? Огромная саранча. Да... Хе-хе. Кто бы мог подумать, что их там столько. Огромная саранча. Огромная саранча. Чувствую, плохо кончится, если они нападут. Ладно, еще лучники. И надо избавиться от этого саного богомола. Он быстрый, кстати. Нифига себе на 11. Ну, не так все плохо еще. Нормально, саранча ушла. И вороны отхватили селение. Японский городовой. Придется лезть за этими воронами. А что делать? Бляха. Откуда духи лезут? Здесь же нет ни кладбища, ничего такого. Так. Что можно сделать? Можно призыв кастануть. Ну, либо пока ничего не делать. Потому что если он зафейлится, я ход потеряю. Угу. Там еще оазис есть. Интересно. А что там на арху может быть? Там, кстати, что-то очень жесткое может быть на арху. Сколько у них, кстати? У них 5 хп. Ай, бляха. Да, я забыл касты убрать. Массовые. Нормально. Отлично. Саранча ушла. Рыбины. Это еще кто? Ходящие по пыли. Ходок. Ходок. Полевые ходоки какие-то. С шателами и со щитами. Кстати, достаточно большой нарисован, но у них обычный щит. Просто нежить. У скрытного там вроде ничего нету. У скрытного там вроде ничего нету. Он не успел даже атаковать. Бляха, муха, пришли паразиты. Да это жесть какая-то. О, кракен. Драт у тебя. Ты смотри, блин, кракен по пустыне ползает. Ему там не жарко, не сухо. Здесь камушки. Двойка, кстати, золота. В принципе, можно было бы избавиться от этих гадов. Но саранча меня волнует. Ее близость. Так, сну капитана надо посылать в таком случае. Наверх. Даже куда-то, наверное, в дальнее странствие. Только копейщиков, наверное, еще купить. Нормально, саранча ушла. У нас это южное завоевание. Ну, что-то я не любитель такими группировками бродить, потому что можно нарваться. Но да ладно. Что-то городов вообще пока что нету. Именно таких с библиотеками. Не просто... А которые цитадель и библиотека. Так, стойте просто бойцы. Тут с ними особо... Париться. Ну, хотя, стоп. У них 17 хп, как бы. 17 хп это не слишком мало. 74. 74. Наверное, есть призыв демона с максимальным увеличением. Негуманный, что ли? Дьявол. Иммунитет к огню. Нифига себе, еще и к холоду иммунитет. Изгоняемый, летающий. 36 хп. 7 магическое сопротивление. 1 брони. 8 морали. Геомантия первого уровня. Лопата, блин, Карл. С лопатой, демон. Тремор. Тремор. Дрожь. 1-2. Дробящего урона. 5 ячеек. И там еще оглушение. И хватка земли. На летающих не действует. Ну, оно обездвиживает, насколько я помню. Ну, неплохо, в принципе. Ну, блях, вот эта штука по своим лупить, наверное, может. Ну, это достаточно уже сильно. Вот таких вот, если понабирать, штука, я не знаю, 5 хотя бы, то уже будет поинтереснее. Надо расправляться, наверное, с этими. Может быть опасно. Сколько у них урона? 1-5 плюс 4, бляха. Мощный урон. Может, и не стоит расправляться с ними. Может. Поубивают, скорее всего, ни одного мечника. Наверное, нет. Здесь ничего нет. Этот порт, конечно, было бы очень хорошо взять. Там саранча где-то летает. Я могу опять к саранче приблизиться. Так-с. Еще раз, что ли? Да вы что гоните? Почему мне вот эти вот... И у них... У них у всех. Распад. А, нет. Ты смотри. Вот это уже поинтереснее. Стрела не жизни, реанимация. Призыв бездушного. Реанимация и высасывание силы. Не, у них все-таки не фиксированная каста. У них чисто... Любые касты некромантии первого уровня. Ну... Конечно... Неплохо. Кастеров достаточно много, но... У меня что-то такое вперед... Толстое. Танкующая. Кстати, бляха. Расположение плохое. У меня... Одного лочника надо, походу... По-хорошему оставить где-то. Этот можно сейчас захватить, что-то слишком далеко уходить не стоит, наверное. Тону. Рыбина. Рыбина решили. Тону. Рыбина решили. Но вот эти бляха против нежити... Бесполезные. Там как раз нежить. Горы. Леса. Тону. 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 Тон. О, это как раз вместо танка хорошо. Не может ничего делать Пока не освободится 2D6 Два шестигранных кубика Сила Проверка силой против двух шестигранных кубиков Но у него сила 4 Ну, два шестигранных кубика Это 2-12 Если бы у него сила, кстати, была 2 Не знаю, двойка Это успешно Или не успешно Но если бы единица, он бы вообще никогда Не освободился Но он заболевший уже Нормально Из-за распада долгое окончание Рыбины сами пришли Настала осень Но мне прикольно то, что у меня на юге здесь Вообще не важно, зима там или не зима Тридцать Ну-ка, может быть Мелких призвать А чё он аж там стоит Мид А чё он стоит там? Вы шо, прикалываетесь, что ли? Шо у него за касты? Шадоу форм Эфирность Дальность 6 Призыв тени Слоу ту каст Ну таких мы увидели Теневый Теневой чертёнок Он скрытный, кстати Тёмная магия первого уровня Ну прикольно, но лучше бы он по центру стоял А то если бы у него два призыва было Тогда имело бы смысл, чтобы он стоял с краю Но даже в плане призыва Он только на дальность 6 может призывать Лучше было бы по центру призывать их Тю Странное очень расположение Это из-за того, что у него мало хп, что ли, он так стоит? Судя по всему Надо от рыбины сбавляться Опаньки, нифига себе Дратати Нифига себе А это у нас кто вообще? Это Рим Дрива? Или кто это? Или Зикра? Рим Дрива Это какой-то Махараджа или Ракшараджа, что ли? Рим Дрива Ага А он разве На него разве не был распад наложен? Уже ж вроде был Хм-хм, не успеет убивать Да, накончание долгое Лучники Лучники 10 за 80 10 пикинеров за 67 Вот это хорошее предложение Бляха-муха Сейчас саранча может мой оазис забрать Этот паразит Бляха-бегает здесь Средняя осень Ну вот это, конечно, неплохо Надо было вообще-то сидеть, наверное, там Сейчас может прилететь кто-то И забрать мой город Да ну бред Чё они там сидят? Вот эти через ворота будут штрихать Опаньки Саранча не хочет уходить Ну, наверное, ещё раз призыв демона Ммм, по-моему, такого я тоже Да, я видел, по-моему Меньший демон 50 хп, 7 магического сопротивления 8 морали Нет брони Фронт Раз, два, три, четыре щупальца Ну вот Вот он танк В принципе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот это уже Поинтереснее, конечно Придётся, наверное, ход пока постоять здесь Посмотрим Чё будет саранча Делать Придётся, наверное, избавляться от неё Хотя, блин, это Очень нежелательно Здесь вокруг гора везде Поздняя зима Ну, наверное, пусть он тогда сидит там На броне этого города Там уже гномы Ну, этот паразит захватывает мои все Поселения Оттуда уже гномы лезут Ну, конечно же, конечно же Кто бы сомневался По-хорошему мне ещё один капитан нужен Но пока что Нету капитанов Ну, наверное, надо вот это забирать Хотя А куда они отошли? Туда или нет? Нифига себе Пустынные войны Они с луками И эти тоже с луками Это жопа Шейх Ну, это Нереально Пустынный дворец Но Такая рода лучников Ладно Наверное, придётся Нападать Сюда А там посмотрим Возможно Царанча сама на меня нападёт О, да-то хорошо О, хорошо Заткнули Боевый спух На 11 кого? Бездушного У них инициатива Четыре У них, кстати, огонь Повышенный урон Наносит Испуган В смятении Нормально Соранча не напала Скаут за 20 Катапульта за 47 Наверное, что там Железо тоже? А нет Железо не требуется Ого Ну это надо брать По-любому Да и скаута Наверное, тоже Прикольно Халявная Катапульта Ранение Ранение там уже, блин Желание смерти Потерял глаз Ранение груди Потерял глаз 42 Можно демонов Призвать Призвать Да вы что Издеваетесь? Почему у меня Постоянно костяные? Офигеть У меня уже куча Костяных Такс Этот был Этот был Этот был Этот был Вот этого не было Распад Слабость Реанимация Болт Нежизни Заболевание Высасывание Жизни Просто он будет ли Он из своих Ее высасывать О, вот этот Теперь по центру Стоит Наверное Блин Дальность 4 всего Раз, два, три, четыре Если с таким Раскладом То он только Первый ряд сможет На первый ряд Свой смех Накладывать Я не знаю Может быть Это из-за того Что у меня Я с максимальным Количеством Жертвоприношения Это делаю Может это Типа Самыми лучшими Считается Хотя вот этот Как бы Тоже неплох Бля У меня какая-то Армия Некроманта Получается Ну в принципе Это сочетается Безжизненно Но они же По-моему Они же Небезжизненные Они мертвые Но они Не считаются Безжизненными И их Из них Можно высосать Жизнь Ну наверное Придется Пока стоят Блин У меня вообще Плохо дело Они в упор К лучникам Подлетят Мне передние ряды Надо было бы усилить Да уж Ну придется Стоять На защите Эти камушков По идее Какой-то из классов Есть Который На камушках Завязан Средняя зима Средняя зима Нормально Они ушли Ты смотри Блин Этот Собирается Напасть Шириномой Замок Но они Не возьмут Пять Лучников Это конечно Не слишком Много Но Они не Должны Взять Тем более Там Катапульта Еще есть И пикинеры 14 хп 3 брони Но правда Броня Достаточно Хорошая Но тут Ворота Железные Они их Долго Будут Пробивать Риск Конечно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Здесь У меня В первом Ряду Какие-то Летающие Были Тогда Можно Было Но Нет Летающих Баллиста Аномы Вышка По цитаделям Как-то Вообще Что-то Не фартит Аномы Паразиты Захватывают Мои селения Настала Весна А где же Сам Желтый Мне интересно Пожалуй Я наверное Там Постаю Пока Башня С кучей Арбалетчиков Пипец Какой-то О Оазис Еще Это Хорошо Нифига Себе Блин Золотой Ручей С кучей Гномов Шахта Что-то Гномов Слишком Много Здесь Подальше От гномов Надо Отойти Бабки Есть Но Нанять Капец Они будут Захватывать Блин Все мои Ресурсы Что-ли В таком Случа У меня До этого Капитана Вниз Посылать Чтобы Расправиться С ними Отлично Можно Было Было Туда Пойти Но Рискованно Вылезли Из башни Поэтому Я с башней Не стал Сближаться Бандиты Ну Можно Конечно Расправиться Но Дело в том Что там Может быть Что-то Опасное Ну Хотя И здесь Тоже Как бы Опасное Ничего Все Два Болота Пустых Офигеть Здесь Для ведьмы Вообще Прям Золотая Жила А С С Каких Это Пор Бандиты Перестали Быть Скрытными Они Ж Были Скрытными Всегда И Обновление Никой Не Выходило И И С Настало Лето Вот это три хода И там достаточно опасны эти противники Не сильно мне хочется туда лезть Тут лучников много Можно конечно пойти расправиться С вот этим Угу Драта тех кто это может быть вообще Я даже не знаю Удук какой-то Ну вообще желательно наверное по югу все-таки пройтись Там юга достаточно багатый Башня Капитан Там культисты потенциально могут быть Ладно Это не слишком интересно Жертвоприношений в принципе достаточно много Угу А здесь тоже вот этот Игрок Ты смотри там сколько гномов уже лазит Ни фига себе Какой богатый игрок Я пожалуй там пока постою Что-то по предложениям как-то вообще скудно очень Опа Вороны Это некромант или это друид Кто это 10 пикинеров за 104 Дорого сильно Вороны Вестники Посыльные Короче Скорее всего это друида Потому что у некроманта там по-моему не мессенджер А Murderer Убийцы Типа Скорее всего это друид Эпаснактус Опаньки Серьезно? Серьезно? Римдрива Двала Это значит Двала? Офигеть Ничего себе А зачем она Города позахватывала? Варран Я пожалуй Засяду пока в город И потом Кастану Призывы Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Такс... Ну... По... Жертвоприношениям достаточно неплохо В принципе я могу даже... Ритуал мастерства бахнуть... Стена мучений Стена мучений Запирая человеческие жертвы внутри стены замка Демонолог может создать стену мучений Захваченные души будут атаковать любых врагов, которые подойдут слишком близко Высвобождая на них свою темную энергию Ворота замка будут окражены двумя головами Которые излучают ужас тех, кто заперт в стене И любые враги, приближающиеся к воротам, в панике убегут Стена мучений очень трудоемкие Времязатратный ритуал Я, кстати, могу ее прямо здесь кастануть Ну это типа как у некроманта И я уже не помню, еще у кого-то было или нет Ну, можно, конечно, здесь какую-то оборону обустроить Но мне сначала призывы надо Засуществить А что еще? Большой призыв демонов Или призыв большого демона Призыв великого демона С помощью этого ритуала демонолог призовет великого демона И попытается его контролировать Чем больше человеческих жертвоприношений будет использовано Тем больше шансов успешно связать демона Демонам не нравится быть привязанными к службе смертным И если связывания не удастся, демон нападет при первой же возможности Есть такое же описание Ну Это, конечно, интересно Но Ну-ка, еще ритуал Либо же Ну, наверное, да, наверное, еще ритуал Пока что все на ритуалы пущу Это еще не все, бляха Инфернальная орда Нифига себе Инфернальная адская орда С помощью этого ритуала Демонолог призовет Небольшую орду демонов Небольшую орду Оксимарон почти Низкого ранга И попытается ее контролировать Дальше повторение Офигеть 150 жертвоприношений Это если Бляха Это 300 жертвоприношений надо При максимальном увеличении Ты что так гнать Здесь просто немеряное количество нужны Вообще-то можно было бы Апнуть Культиста до демонолога 120 жертвоприношений Морской пес Желательно было бы Юг Все-таки исследовать Неужели там никого нету Справа на юге По золоту вообще шикарно А вот по Железу Железа ноль Карл Мне наверное надо Своей основной армией По шахтам сейчас пройтись Но здесь Ох нифига себе Зачарованные ворота Иммунитет к огню К холоду К молниям Электрический щит У всех кто атакует Будет получать 3 урона Но и гномов выкурить Это сложная задача Тем более Это кастра 2 уровня Как мы уже видели Там могут быть очень опасные касты Это уже с великими демонами Туда надо лезть Но пока что Надо чисто Ресурсы захватывать Хорошо что Гном Бляха Тут захватили Это жесть О там Какая-то стычка Произошла Загоневающая рана За гномами Походу Ну вот пусть они там Друг с другом воюют Но Все равно я теряю ресурсы Командиры Вообще не предлагаются Одна цитадель Да уж Да уж А там капитан какой-то есть Там походу Нет капитана даже Ух ты Серьезно? Гигантский сморчок Это шо? Это нейтральный кстати Опа-ньки Что? Храмовая пирамида? Это вообще чье? Пять жертвоприношений Это храм Можно активировать? А шо оно делает вообще? А как это гномы? Нифига себе Я первый раз вообще Такую пирамиду вижу Как это гномы такое? Бляха Это у нас культист А где сам культист? Кааа Главное кораблик Зачем культисту кораблик? Блин А если Богомолы нападут Будет плохо Афинеть Культист здесь Четыреста золота Карл Одевать его некуда Настала зима Три хода Офигеть Ты смотри Какой богатый Гном Сколько селений Сколько городов У него было Ты шо это гонать? А шо это вообще За храмовая пирамида? И шо это Может Кстати у нее нет Или есть? Есть Ступеньки Ничего себе Блин Но это не цитадель А шо храм вообще дает? Для Я не знаю Кстати Да Для некоторых классов Он по идее Шо тоже дает Это ж по-моему У этого У Голоса Эля Там реликвии Он по идее Голоса Эля Много реликвий дает А для остальных Шо он вообще дает? Че-то я Он здесь отображается Увеличивает шанс Найм оккультистов Это именно В моем случае Получается На это Наемников И магические предметы Угу Ты шо догонать? Оккультист Кстати на самом юге Заспаунился Если я В тот раз На севере То этот на юге Я не могу Бляха обойти его Здесь джунгли Серьезно Здесь снег А здесь джунгли Наверное надо Ну так вот вообще Отсюда уходить Потому что Там может быть Сам культист Да и богомола Здесь Там особо Ничего интересного Нет Что-то Вот эти Блин Недобитые Лазят Там Нежить Откуда-то Взялась Серьезно Капец Какая-то Пульта За 33 Серьезно Так дешево У меня Единственная Цитадель Там кораллы 470 Золото Можно было бы Конечно Железно Начать покупать Но мне Жертвоприношения Гораздо Более Важны Среди Иноземной Я подожду Пока уже Снег Исчезнет И потом Вылезу Из пирамиды А что это Вообще Делает А что Будет Если Я ее Активирую Мне кажется На всякий Случай Лучше Пока Демона Призвать Нормально Призвался Взялся Под контроль Исчадия Тьмы Золотая Лапа 1.7 Рона Скрытный Иммунитет К огню Изгоняем Летающего Амфибия 7 магического Сопротивления 8 морали Брони Нет 38 хп Но вот этот Может Полететь Вперед И навести Там кипишу А вот Если Таких Было бы Несколько То Штормовать Замки Было бы Гораздо Проще Да и вообще Если бы Даже Вот такие Вот такие Мелкие Даже Если бы Они были Летающими Уже Было бы Проще Так Ну Посмотрим Что будет Если Активировать Оно Оно Сейчас Активировано Или Нет А Серьезно Зимы Будут Длиннее Нифига Себе Не Спасибо Не хочу Долгие Зимы Офигеть Я же Как-то Этот Стоунхэнш Находил То Он Делал Лето Длиннее А Это Бляха Зима Серьезно Жесть Просто О Капитаны Скаут Наконец Беним Скаут Раз Два Раз Два И Сразу Же Отправить Бляха Давайте А друг с другом Там Повоюйте Там Башня Вот эта Заспаунила Раз Два Пипец Просто Семьдесят Семь О Исчадия льда Ледяной кулак Ледяной кулак Колючий хвост Один Десять Ядом 44 хп Семь Магического Сопротивления Две Брони Восемь Морали Иммунитет К холоду Ледяная Броня Пока В холодном Месте Находится Ледяной Щит Всех Кто его будет Атаковать Будет Получать Два Урона Холодом И Ледяное Движение Проблема В том Что здесь Сборная Солянка Получается Если Чисто Из таких Армию Набрать Или Чисто Из таких Она была Пскрытная Летающая Из таких В холодные Места Из таких Некроманты Но Когда Сборная Солянка То Это Все Достаточно Конечно Не очень Но В принципе Туда Защиту Какую-то Б Опа Немник Вышел С Консулом По-моему Даже Бляха Там Скелеты Захватили О Культист За 68 Шикарно Копейщики За 34 Капитан За 46 Вот Консула Надо Нагибать Раз Два Три Он Сейчас Может Но Пирамиду Захватить Раз Два Три Мне Придется В пирамиду Сейчас Лезть О Таких Мы тоже Видели Змеи Ядом Атака 1.5 Еще Укус 1.10 Оно И вблизи Тоже Будет Использоваться Один Брони 7 Магическое Сопротивление 8 Морали 40 ХП Достаточно Сильные Они Причем Я с такими Воевал Когда их Там Было Очень Много Это Конечно Серьезная Штука Пожалуй Пока Здесь Постою Паразиты Паразиты Захватывают Такс Сиглорел Сюда Копейщики Тоже Сюда Раз Раз Два Три Четыре Пять И Скаут О Отлично Как раз Там Есть Боль Сила Вот Боль Намного Более Более Эффективная Чем Тоже Моего Демонолога Единичная Цель Но Зато Надежно Пока Что Пусть Он Что У него По Персональные Врата Серьезно Да Уж Пусть Он Пока Сидит Там Сформирует Для него Ударную Группировку И пойдет Наверное На юг Бороться С этими Всеми Паразитами Которые Там Лазят Опаньки Это Что Такое Вообще Серебряная Собака Разведчик Иммунитета К стихиям Не Исцеляется Сопротивление К оружиям Всем Безжизненное Быстро Еще И Золотая Собака Укус 1.8 1.7 6.3 Мораль 99 Карл Сила 5 5.6.3 5.6.3 Очень Интересно Что Это За Прикол Такой Что Собаки Что Так Культист Вообще Как-то Признаков Жизни Не Подает Ну В Принципе Можно Ритуал Мастерства Ему Наверное Призыв Демонов Ну Все Надо Ритуал Ему Открыть Пошел Низ Аномик Он Не Видел Что Я Там В Пирамиду Зашел Но Он О Там Заруба Была Отлично Хорошо Хорошо Что Там Была Заруба Вынесли Этих Ядовитых Гадов Аномик Не Видел Что Я В Пирамиду Зашел Но Он Знал Вот Это Одно Из Жульничества Компьютера Он Знает Все Что Происходит Даже Когда Не Видит Этого Он Сейчас Может Мой Город Захватить И Засесть Там Вот Это Вообще Не Прикольно Никаких Особых Наймов Нету Щелочники 5 Минимум И Еще Копейщики 5 Минимум И Призывы И Тогда Отправлю Его Уже Все Ритуалы Все И Можно Призыв Кстати Если Здесь же Вся Армия Будет Задействована Если Призыв Не Удастся Или Как Блин Говно Призвалось Пипец Просто 2 ХП Ну Че Такое Это 20 Жертвоприношений Стоит Стоит Аж Там Сзади Это Тоже Кстати Бах Он Не Должен Так Далеко Стоять Он Абсолютно Бесполезен Там Будет Можно В принципе Вот Этих Вынести Но Это Не Главное Первостепенная Задача Это Разведка И Смотри Гномик Не стал Даже Мой Город Захватывать Болиста Ну Короче Это Уже Не Просто Будет Захватить А Куда Делся Консул Там Какая-то Оборона Что-ли Была Он Всрал Там Консула Сюда Копейщиков Не хватает Раз Два Три Четыре Где Ещё Один Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Ещё Один Должен Быть Без Опыта Ладно Короче Этот Клоун Ну Ну Ладно Призыв Демона Кастовать Наверное В следующий Раз Опаньки Здесь У нас Край Можно Разведать Что там Снизу Вообще Есть О Капитан Культиста Вылез Походу Культист Потерял Всех Своих Культистов Что-ли Капитан За 41 Кракен Башня Там Джунгли Идите У Культиста Положение Здесь Зажато Опаньки Дратути Ты смотри Вороны Лезут Здесь Еще Село Гномское Болото Это Друид Походу Значит Нормально Призвался Центр Уже Так Просто Не Продавить Еще Несколько Демонов И он Отправится Уже А вот Капитан Наверное В пирамиду Пусть тогда Бредет С лучниками Эти Быстрые Я уже и забыл Что они Быстрые И летающие Вот они для штурма Как раз Достаточно Хороши Бляха Она Накидывают Нифига себе На 15 Мечника Угу Из кистан На 9 Костяного Этого Запаниковавший Серьезно Сразу Ранение Изнуряющая Рана Ранение Нормально Ну ранение Конечно Получил На ровном месте Бляха Там Муравьи К моему Моей храмовой Пирамиде Культиз За 61 О Герой Прибыл 10 копейщиков За 77 25 миллионов За 217 Оверпрайз Герой Без брони А Не понял А кто захватил Один 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 Муравей Ну Герой Я не знаю Культисту Наверное Посидет Ну Либо Капитану Офигеть Ну И местечко Изолированное Просто Горы Мне надо Шахты Захватывать Вот куда-то Сюда Наверное Надо Основной Группировкой Идти Хотя Можно И сюда Пойти Еще Культист Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Всех Вот это Говно Оставлю Здесь Наверное Можно было бы Пекинеров Пекинеров Боль Сила Призыв Беса И огонь Коми Блэс Призыв Демона Можно их разделить В принципе Но Ладно Уже Пусть ходят Вместе Пекинеры Пусть 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 И Пусть И Пусть И Пусть от них но либо бля хочу эти стоят здесь из пикинера должна стоять вообще бред ладно не буду нападать пусть посмотрим куда они пойдут нападут сами тогда окей капитан за 44 раз два три бляха можно потерять часы капитана и лучников муравей достаточно сильная там ворот нету раз два три ты смотри еще один консул как грибы после дождя сюда здесь друид три богомола здесь ничего нету богомола сейчас могут напасть на меня будет не очень хорошо два кораблика да что это за бред зачем он корабли строит 101 хитпоинт агу что зачем культисту корабли шо за дичь нет куд откуда у него вообще ресурсы на корабле там же 25 железа на корабль откуда у него столько железа капитан ну пусть будет капитан еще на всякий случай вот это говно пусть с собой заберет коспор коспор блин вот эти сейчас можно потерять их нефигасе на 15 на этот походу все с концами сейчас отъедет на 11 затравлен на минус демон на на 4 отравлен горящий ну они отвлекли на себя конечно но капитан за 50 так у меня передний край вообще слабый мне возможно надо импов призывать чтобы они на себя отвлекали потому что будет страдать вторая линия вообще надо было оставить вот эту часть юнитов наверно в башне сюда бы культиста вместо героя сейчас можно героя потерять еще здесь нету куда они из башни что ли взялись это друидская зона уже здесь куча рабочих а уже не молодая уже 2 уровня офигительно просто просто лес все все ритуалы мастерства о возвращение этот ритуал спасет вам жизнь если вы по какой-либо причине когда-нибудь окажетесь в инферно в аду ритуал у нас к铭 к Viralia И, Hmm я и говорил поpedo это не обязательно безопасное место в elsian но по крайней мере оно должно быть безопаснее чем пребывание в аду ха ха хам 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 ха хам тоже то о чем я и говорил и в чем тогда смысл вообще отправляться в ад интересно, что он просто в лесу засадил эти растения у него инициатива вообще двойка, очень слабая ну зато сделали свое дело, отвлекли на себя все атаки паники блях, вот это достаточно опасная группировка на одиннадцать, серьезно? на восьмерку справились, но потери конечно не слабые да, ну, ты шо догонать что их так много там, идите колотить здесь же группировка послабее стала духи откуда-то вылезли а ну-ка серьезно? бляханомы на 13 нифига себе блин, че такой урон жесткий на 13, у него 1.5 урона на 9 да, у меня первого ряда уже почти не осталось что он в том, что он не умеет Часы этого могут убить Желание смерти От обычной стрелы, блин Еще никого не реанимировали Ого Повезло, что своего не продамажил Бляха не смог преобразовать Куча боев Самые духи эти лазят Можно, конечно, но у него скаута нету А, нет, есть скаут Можно в разведку, конечно, послать Хотя Первоочередная Первостепенная задача Пирамиду эту защищать Все, здесь вообще ничего больше нет Серьезно, блин? Против нежити мне не очень сейчас выгодно Сражаться Сражаться Пирамиду 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 скелеты там лезут настала зима мой демонолог вовремя сныкался два скелета откуда-то лезут башня раз вот это можно взять только сначала надо призывку это кастануть отлично как раз он вперед полетит не етить колотить у меня уже столько этих страх высасывания жизни страх реанимации а ты что-то гонать и этот на рано тоже пусть призовет против нежити неэффективно наверное надо брать вот это вот село но мы эти а бляха а а а а а а а змеи а а и а минус демон слабоумие бляха-муха очередной консул он там, но он сейчас пирамиду возьмет скорее всего у меня слишком слабая там оборона блин, здесь нету а куда дел усадник к моему замку подходит ну пусть нападает и нет никакой возможности были бы там культисты, могли бы они усилить группировку 1-1 1-1 overrun даже не произошел бляха серьезно, 1 копейщик, 1 у меня скаут есть, если что здесь скрытного вроде ничего не должно быть о, преобразовали это сколько кастовать можно бляха, он городу идет катапульта за 72 дорого очень достаточно много лучников близко, близко к другу к другу куда он вообще ну, к моему городу идет паразит я ничего с этим не могу сделать у меня там нету армии в той зоне богомолы я уже лучше отсюда отойду такс, надо призыв кастовать не самый лучший не самый лучший не самый лучший это уже у варана нету да ну, бляха почему постоянно эти призываются они ж... бляха, муха против нежити они бесполезны да, они достаточно неплохие но против нежити бесполезны откуда вообще-то нежить пришла капец так, сын-ка давай, чувачок иди у него снежное движение, блин один он, я не знаю справится с двумя скелетами или не справится один шесть по идее должен справиться пятьсот тринадцать золота Карл так у них же иммунитет зачем вы применяете эту атаку с 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 надо было сразу огонь кастовать бляха своего там отравил на четверку обратно пошел ух ты свиток инфернальных путей за 38 герой за 51 10 мечников за 92 скаут за 24 какие богатые варианты найма исключение конечно этот порт взять но наверное надо башню брать а нас порт бляха ресурсы приносит так бездушных надо оставить он один там хорошо что весна настала если была зима он бы не успел в башню обратно зайти я гнома погонял туда-сюда но этот баллистами этому сейчас будет спамить я даже не знаю это чисто великими демонами надо штурмовать по-другому не вижу как я группировка это лазит внизу мне не с кем сейчас некем расправиться с этим гномом с саном наверное много слишком ночников вот к этой башне эту башню надо захватывать в жаркой зоне этот ледяной демон блеха надо отобрать о можно башню захватить эту правда там саранча где-то бродит если б саранча напала на порт тут было бы хорошо такс свиток герой у меня железа нет чтобы героя нанять мечники ну пойдут мечники и скауты свиток кэпу телепортирует куда-то 10 мечников скаут сюда культист нужен кашу это заготовка для еще одной группировки из кого он высосал из куста куда вы полетели блин хорошо что растительность есть иначе они бы ты смотри он даже город мой не взял если бы не было растительности они бы блин своих высасывали у него по саранча скаут за 22 короче все надо это брать до сих пор ни одной цитадели блин нету это что-то вообще редкость везде какая-то жесткая защита не вижу смысла туда нападать потому что там империя спавнится в башне ну пусть будет скаута чё пока есть здесь все еще такая огромная группировка а блин можно конечно устроить бой с этой саранчой но может плохо кончится блин формирование плохое очень ты наверно я оставлю вообще вот эти два их там кстати даже не видно практически нападут нападут так нападут будет бой значит пора избавляться от этой ссаной саранчи и сразу ворота открыли интересно зачем сразу к лучнякам своего хоть блин по-своему слабость наложил ну хорошо хоть не заболевание капец там дамажит демона сразу по два призывают этих бездушных ну там уже все противники заболевшие ого на двадцатку нифига себе серьезно в пустоту просто атаковал хорошо какой сопротивляющийся не выжил все таки 10 копеечков за 58 нормально сюда кстати вот их как раз таки наверное здесь хотя раз два три ну вообще то возможно имеет смысл здесь их нанять кстати арбалетчиков наверно надо ну либо надо второй ряд формировать либо не копеечников наверно сюда я не буду нанимать наконец-то две цитадели да короче пора расправиться с этими паразитами которые там бродят хорошо что саранча улетела вот эти вот пришли и от них мы сейчас избавимся бляха муха но и но здесь там проклятие может быть кстати быстрое постоянное движение чувствует мертвых мне призывать здесь я точно ничего не буду пока искушение наверх полезно там может быть очень опасно возможно даже я эту группировку отправлю штурмомать порт хотя смотрим ну в принципе здесь наверно сразу хлобысь лучники на защиту возможно даже вот этих стоит оставить на защиту хп вообще мало у него хп вообще мало у него но либо либо не оставлять их на защиту либо взять их с собой вторую линию пока что непонятно как лучше здесь сформировать возможно вот этих которые с высасыванием жизни лучше оставить здесь на защиту потому что они потенциально своих могут из своих повысасывать ну ладно ну смешник никто их пробить даже не может на 8 кого мечника потери конечно но мальчики камни огонь ну тут и уязвимость как раз к огню отлично быстро расправились а этот даже не летит вперед походу с боевым испугом или о некий как и играть и 2 и и на и и и захватили таки село стало лето надо окружить наверно во первых к шахтам надо отправиться можно было бы направо но знает надо окружить наверно тут валу капец армия рабочих там жесткая будет еще культист тогда можно будет нанять в принципе я могу блин 2 демонолога сделать уже кстати у него третий уровень вообще то есть я могу накопить на третий уровень хотя по-хорошему надо армию улучшать катапульта лучники тоже достаточно опасно но взять это под контроль было бы очень хорошо это кто такой какой-то непонятный позвоночный дьявол отравленная лапа 1 10 тоже хвост каждый атакующий будет на 4 отравлен быстрый в бою ну неплохо в принципе для штурма еще на арно демона отлично вот это мощный железная кожа ну и наверное я вообще достаточно рисково я могу культистов тут потерять но все же я хочу этот порт взять а потом возможно и вот этот дворец вообще весь юг под контроль взять какой-то он бесхозный здесь удивительно вообще-то только один игрок проиграл а где все остальные но культисты известно где как-то он достаточно тихо там сидит но этот королева гномов тоже известно друид пока что не очень известно в принципе три летающих плюс быстрый этот не летающий ну кор а этот еще летающий четыре летающих ну в принципе и этот летающий но он же близь наверное не полетит боль сила призыв импа вот импы призванные могут здесь неплохо сыграть короче вот такую Каспар пусть там пока сидит ждет когда появится культист от этих конечно надо бы избавиться но это проблематично ну касты конечно вот эта железная кожа говно лучше бы он постоянно этот тремор кастовал а куда вы блеха яд кастуйте ё-моё там под пикинёров еще на фланги летающие нужны они же у них же иммунитет они себя не могут отравить там это жопа атакуйте людей а не ворота а а там уже под самими стенами стоят на скаут скаут по центру вместо того чтобы лететь стрелков атаковать они там блин ворота атакуют минус без чертенок но здесь стены не такие эффективные как каменная поэтому не так плохо здесь перестрелки с этими лучниками на 13 затравлен о отлично вот это хорошо чтобы залетел на пятерку кого чертенка на четверку копейщика проломали ворота наконец-то на четверку лучника бляха у него нет иммунитета к яду его там сейчас отравят капец вот эти вот бляха муха там своих травят вот в чем проблема и они эти атаки ядовитые поворотом используют это шляпа конечно это был удар хвостом там да вы что угоните вы что-то своих травите на семерку копейщика неисцеляющаяся рана на 14 на 4 бляха муха своих травят на восьмерку копейщику конец этот демон отъехал от пикинера все ворот нету своих травить не будет уже а как это тот ядовитый демон не имел иммунитета от яда да капитан ассасин за 103 ну вот ассасин это поинтереснее будет причем ассасина я даже сюда возьму усилию группировку культистов этот над водой стоит и наверное какое-то время она там в порту постоит наверно я кого-то из них демонологом сделаю хотя особого смысла в этом пока что нету достаточно и кастов призыва этих мелких демонов подусилить переднюю линию боевые спух и слабоумие ну либо свою основную группировку надо усиливать ооо наконец-то наконец-то опаньки нифига себе нифига себе друид скрытность и быстрый откуда такая орда просто псина ну это кстати это жопа будет его олени меня протаранят ты шо-то гнать нет это я зря сюда пришел походу я проиграть сейчас могу я не могу призывка стануть у меня движения нету шо это за дичь откуда у него такое количество юнитов вообще офигеть просто у меня кастеров конечно много но это будет жопа это просто жопа будет откуда такое количество юнитов нереальное библиотека с магусом и со свитком заклинаний такой меч мы уже видели в принципе защита не слишком опасная но вот это вот достаточно опасно может быть а шо стоп шо у него отравленный нож хороший ассасин можно кстати кораблик купить а нет железа и капитана куда вообще капитана можно взять мне вроде хватает капитанов можно сюда на всякий случай подру не так уж и много жертвоприношения но короче вопрос в том что будет когда друид будет ходить нападет он на меня или не нападет мне вообще в обороне сейчас желательно было сидеть а не лазить там жесть просто откуда столько олени не олени а лоси они протаранят всю мою армию и это очень плохо кончится что этим делать покажу не ясно можно конечно порту посетить а можно сразу отправиться куда-то направо куда-то направо наверное вот это в принципе тоже можно захватить это что это что я это будет поражение то надо будет загрузить более старое сохранение туда не лезть потому что если там потерпеть поражение ну да остается эта армия но как бы это затянется очень надолго по ресурсам конечно приход хороший тут надо просто сидеть и усиливать армию но правда достаточно много ресурсов расходуется на это все это еще не разу не больших демонов не призывал мне инфернальную орду не демона лейтенанта даже при том что такой слишком большой то что слишком решено это большой приход ресурсов даже при этом я не особо то сильно раскачался да можно конечно рисковать без двойного количества эти призывы делать но это может плохо кончится ну короче класс то сильный но это прям на долгую перспективу ему очень много времени надо и ресурсов чтобы он раскачался сильно в краткосрочном перспективе но тоже он не слабый дата группировка конечно не слабы но конечно специфично очень слишком разнообразные призывы слишком случайные это солянка все он я не уверен что моя эта солянка победит эту орду был бы возможно хотя бы один какой-то или два больших демона тогда возможно так не уверен ну что ж на на сегодня у меня все и помните что все эти игры это конечно интересно и весело но самое главное берегите свою душу и души ваших близких но и и и и